Ежегодный городской конкурс «Малахитовая шкатулка» – ожидаемое событие для всех, кто любит заниматься декоративно-прикладным творчеством. На этот раз на выставке более 150 работ в 16 номинациях – роспись по стеклу и дереву, бисероплетение, вышивка. Лучшие работы представили 8 учреждений дополнительного образования детей. Впервые в этом году введена номинация «Цветы из фоумирана» – мягкого пористого материала, которому при нагревании можно придать любую форму. Эта работа сделана из пылевых цветов, потому что я очень интересуюсь родным краем. Я делала и другие работы, которые стоят в вазах, у них тоже очень много пылевых цветов. Я хотела услышать мнение жюри, как оно судит меня, потому что сама судить себя не могу. Но в принципе я рассчитывала, потому что это было очень тяжелое время, когда я делала эту работу. Во-первых, зрение очень хорошее и было очень тяжело смотреть, потому что очень мелкие детали. В этом году выставка «Малахитовая шкатулка» посвящена столетию Иваново-Вознесенской губернии. И многие участники представили работу именно на эту тему. Герб областного центра рисовали, вышивали бисером и выполняли в технике точкования. Больше всего нас порадовала работа, которая называется «Герб Ивановской области». И такая работа была вручена нашему губернатору, временно исполняющему обязанности. И вы сейчас можете ее увидеть на стенде. Вот она. Она заняла первое место. Ее сделали ребята из Дома детского творчества номер 3. Она сделана из ниточек, которые приклеены на основу. Возраст участников выставки от 9 до 18 лет. Это те ребята, которые уже чему-то научились и могут показать свое мастерство во всей красе. Я очень люблю рукоделие и занимаюсь уже больше 6 лет художественным вязанием, бисероплетением, вышивкой. Мне очень нравится вышивать лентами, поэтому я выбрала ленты. Картина называется «Крым наш». Я просто смотрела фотографии в интернете, и мне понравились пейзажи Крыма. Поэтому решила сделать. Оценивать работы было непросто. В очередной раз дети доказали, насколько богата их фантазия и сильна любовь к творчеству. Жюри, в состав которого вошли заслуженные художники России, выбрала 52 лучших работы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.